МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы узнаем всю правду о ноге и других частях самобытного организма Ивана Аглобыстина. Иван, я, собственно, почему про ногу? Потому что нога – это первый фильм, в котором вы дебютировали. Фильм, я считаю, должен был бы стать культовым, если бы создатель этого фильма не ушел так рано из жизни, и он бы тоже был бы столь же культовым персонажем, как Иван Аглобыстин. Почему в этом фильме вы под псевдонимом выступили? Ой, ну, существует мистика кино. Я был юн и, следовательно, пытался соответствовать всем представлениям киношным. «Нехорошо кончает герой». Фильм тяжелый по Фолкнеру. Добились, как это неудивительно, адаптации. Причем делала сценарий, написала Надя Кожушаная, тоже «Царство небесное» рано ушла. Гениальная сценаристка. Им удалось самое главное – выявить вот то тоскливое чувство душевной недостаточности, которое свойственна людям, прошедшим тяжелую военную, вот, тяжелым, прошедшим тяжелыми военными стезями. Ко мне подходили, предположим, служащие ранее в Афганистане солдаты. Я не скажу, что они были интеллектуалы, потому что фильм-то все-таки такой серьезный, умный. Но, тем не менее, они почувствовали сердцем, что это вот о том. Нам удалось достичь этого чувства, что испытывают обычно люди, вернувшиеся с войны. Изначально фильм должен был называться «Фантомная боль». Или «Фантомные боли». А потом решили оставить нога. Ну, не знаю, из каких соображений они сходили. Это была первая моя работа. Артистом я не хотел быть. Меня призвал... Вы хотели быть сценаристом? Нет, я заканчивал режиссер... Не заканчивал, это второй курс режиссерский. Я сижу в общежитии, ко мне приходит Ренат Давлетьяров, продюсер. Это первый его фильм как продюсера. Предлагает мне ехать на юг, сниматься в главной роли. Ну, я подумал, почему нет, лето на дворе. То есть псевдоним вы решили выбрать, прочитав сценарий? Да, мне показалось, что я не хочу связывать этот сценарий со своей судьбой. Может быть, я сделал правильно, на самом деле, потому что Надя рано оставила нас. Никита оставил рано нас. Никита Тигунов. Да, очень хороший человек. Это был мой верный, любимый друг. Замечательный, интеллигентный, эрудированный, мягкий, вот, ну, по-хорошему. Ну, и, видимо, я избежал этой судьбы как раз один из вариантов. А мне кажется, что не избежали, потому что вот ваш герой, он как бы не то, что там раздвоение личности, а такое расслоение, как бы, происходит личности. И мы наблюдаем биографию Ивана Хлобыстина, который выступает в самых разных хипостаточках. Он у нас кандидат в президенты, духовный наставник или наставник партии «Правое дело»? Наставник, наставник, да. А мне кажется, про «Правое дело» говорит наставник. Наставник, то есть, синонимически Грузилова. Нет, наставник. Вот, режиссер, журналист, кстати, да. Честно работал на журнале «Столица» у Яковлева. А почему прекратили? Вы же сами как-то свернули? Нет, нет, было удивление. Однажды я привел рекламодателей, удивляясь, что в таком издании, которое по тем временам, ну, всех сделал, это было объективно, потому что скупили всех лучших журналистов, ну, не лучших, одних из лучших. Андрей Колесников, ну, там много. Ну, неважно, да. И я привел рекламодателя, это металлургическая промышленность, и должно быть все сытненько, хорошо, и неожиданно мне в отделе, который занимается рекламой, что это имиджевое издание, и не нуждается в рекламе. И тогда я понял, что для Яковлева это больше действительно имиджевое издание, так показать, как можно делать журнал, без всяких привязок, вот, какой-то окупаемости, какой-то выгоди. Ровно год он просуществовал, и ровно через год он завершил свою деятельность. Я перезнакомился с очень хорошими людьми, по сути дела, с большей частью журналистики тех времен, такой пиковой журналистики. Я работал в журналистике, потом я в версии работал у Боровик, ну, это уже так, это по следам. Вы работали штатно или подрабатывали? Штатно, штатно. Вам нравится писать? Да, я люблю писать. Пожалуй, это самое... Ну, вот что удивительное, мне приходилось читать ваше интервью, где вы говорите, что вы можете перечитывать написанное вами, ну, например, сценарий, и там смеяться, и вообще читать это как чужое произведение. То есть имеется в виду, что вы являетесь таким проводником, то есть не вы пишете, а вот вы просто вот кто-то закладывает. Я думаю, это для всех одинаковый закон. Не для всех? Нет, есть люди, которые ремесленники, которые порождают. Это вымучено. Это вымучено. Всегда инсайд, потому что, как бы ты к себе не относился, нужно быть объективным. Некоторые вещи невозможно придумать. Они вот, ну, как сходят с языка. Нельзя смеяться над своим сценарием. Можно смеяться, вспоминая какие-то забавные ситуации. Как, но вы же говорите, что вы смеялись, перечитывая свой сценарий. Смеюсь, потому что не воспринимаю это как свое. Я дистанцируюсь. Не потому что такая психическая аномалия или что-то, но, я не знаю, есть давно проверенные за тот же, Болли Мариотта, да, Попов Эдисон. Если ты придумываешь что-то оригинальное и верное, есть очень велика вероятность, что еще человек 100 придумали по планете. То же самое именно в это мгновение. Я верю в массовое бессознательное. Как бы это дико ни звучало, но мне кажется, что некоторые вещи мы оформляем вместе. Просто тот человек, который способен это воспринять, и, естественно, профессионально подготовлен, может выложить, является своего рода таким ретранслятором. Это мнение массово-бессознательное и фантазии массово-бессознательное. Хорошо. А когда вы создаете какой-то образ, как актер, это тоже пробивает откуда-то сверху? Или это идет изнутри? Вы лепите вот образ из каких-то изнутренних ощущений? Изначально пытаюсь понять, чего хочет режиссер. Потому что это профессионально. Себя реализовать одного нельзя. Это либо в комплексе, либо нет. Понимаю, что... Меня во ВГИКе так учили. Понимаю, что хочет режиссер. Думаю, как это я мог бы сделать. Он же меня не знает досконально, не знает всех возможностей моих, как бы давно мы не были с ним знакомы. И уже на фоне вот этой реализации, то есть его замысла, я могу позволить себе какие-то личные черты привносить. А там как пойдет, если это большой проект. Вот мы вчера, у нас шапка была интерная. 180 серий. 180 серий нестыдного продукта. Уже вот в этом объеме слово нестыдно, уже как похвала. Мы с авторами стоим и удивляемся. Но мне нельзя было выпивать, к сожалению, потому что я поехал на дождь, потом сниматься. Я принес свои благодарности сценаристам. Я говорю, ребята, ну что сказать? Это уровень авиалайнера. А вам лестно, что все говорят, что ситком этот интерный держится, собственно, на одном персонаже, на харизме, на его умении, что вот если бы не было Ахлобыстина, то, в общем-то, и не состоял свой проект. Это неправда. Во-первых, это авторы. Все-таки 180 серий, и их 4 человека иногда до 9 доходят. Но это когда форс-мажор, да? Привлеченные авторы, уже работавшие на проекте. Но, в принципе, стабильно. 4 человека и девочка возглавляют эту конструкцию административно. А почему вы так залубались, говоря про девочку? Ну, барышня. Девочка не может по определению ничего возглавлять. Ну, все-таки барышня. Это тяжелый труд, это каторжный труд. Ну, представляете, в одной комнате сидеть 3 года. Мы с ума сходим в павильоне в закрытом, потому что мы по 3 раза можем здороваться друг с другом. Синдром космического корабля, летящего в пространстве навсегда. Меняющиеся поколения за поколением, которое не видело Землю. И вот примерно что-то такое. Я вышел со съемок 25-го числа и понял, что я одичал. Я не очень хорошо понимаю, как вести себя с людьми. Я боюсь обидеть людей. То есть я не понимаю, правильно ли я делаю или нет. То есть такое довольно странное ощущение. И поэтому говорить о том, что сериал держится только на харизме, это неверно. Там все замечательные. Ильин, династия Ильиных. Нет, ну, я понял, что вы даете социально одобряемые ответы. То есть вы вообще очень поликорректны. Хотя, а, вы так считаете? Я искренне так считаю, потому что я же на площадке. Я реалист. Я скрывать нечего. И так есть чем хвалиться без того, чтобы придумывать. Можно похвалить. Ну, уже то, что мы три года в закрытых пространствах, там медаль надо дать. Медаль и молоко выписывать. Это действительно физически тяжело. Психологически тяжело. Ну, я не очень чувствительный, правда, человек. Замечательный коллектив. Вот все вместе как-то так сложилось. Мне везет на людей. Это меня спасает. Вам везет на людей, насколько я понимаю. Не только в творчестве, но и в быту. Потому что вы с вашей супругой произвели шестерых детей. Это тоже везение. Кстати, чем детишки занимаются, расскажите? Очень по-разному. Изначально я как-то пытался направлять это, ну, по-отцовски. Я их отдал на айкидо, чтобы они научились. Всех шестерых вместе? Ну, нет. Кто достиг определенного возраста, когда уже можно заниматься. А когда можно заниматься? Ну, начиная с четырех лет уже можно заниматься какие-то первичные упражнения. Как падать? Как страховаться при падении? И вот сейчас они подскальзываются. И я вижу, что у них рефлекторно, они коленки тянут к подбородку. Ну, чтобы меньше вариантов было повредить позвоночник при падении или удариться обо что-то, об угол. Потом я их отдал на гимнастику, потом я их отдал на мао-тай. И вот после этого я их отдал. Закончилось, они самоотдаваться стали. Стали заказывать. Первая Дуся для себя выявила, что можно по интернету заказывать учителя. Договорилась с милой женщиной-учительницей химии. Мы подивились такому прогрессу и эволюции в нашей дочери. С социальной адекватности. Потом за ней Варя, смекалистая девочка. Варя потом еще попросила, чтобы я нашел, где ей заниматься гитарой. Я тоже был удивлен, потому что я не прилагал усилий убедить ее. Я пошел, нашел ДК, нашел, соответственно, лауреата международных конкурсов. Замечательный дядька, кстати, Евгений Валерьевич. Евгений Федорович, прошу прощения. Такой он классический лауреат международных конкурсов. Замечательный дядька. Он ее учит и на гитаре, он ее учит и вокалу, насколько это возможно. Но у нее еще не переломанный голос, поэтому она так не упорствует. Но любит петь. Дуся пошла, тоже поучилась на гитаре, потом перешла на электрогитару. Сейчас Дуся, помимо того, что она поменяла школу и пошла в школу при первом меде, она хочет учиться на хирурга в лечебном, как называется, не отделении. А я перебью, у нее желание пойти в медицину возникло уже после того, как был запущен проект интерна. Ну, он запущен был так давно, что чего не спросить, все тогда, до этого было, да. Он длинный проект, я так никогда не работал, я напуган, честно говоря, немного. А она уже представляет себе специализацию в будущем медицине? Да, 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 да. Она хочет быть хирургом, если у нее получится микрохирургом, микрохирургия. Но она понимает, что это все-таки, это как талант. Это вот хирургия все-таки, это в большей степени практика и талант, а в процентном соотношении 80 на 20. А там все-таки 80 на талант, а 20 на практику. У нее же, собственно, дедушка ваш отец был военным хирургом. Военным хирургом, да. Варя хочет пойти в эту же школу, чтобы так же пойти потом в первый мед, но ее микробиология интересует. Она сейчас думает, туда ли или все-таки на химфак. Что, никто в шоу-бизнес не хочет? Из шестерых родителей, шоу-бизнеса, мать, актриса, отец? Ну, как-то относимся к этому по-обывательски. Как средство зарабатывания. Нет, романтика, конечно, у любой профессии есть своя романтика. Но мы не такие уж, вот прям фанаты-фанаты. Вы говорите, жалуетесь на загруженность в проекте интернет, при этом вы успели написать сценарий к последнему фильму, в котором вы сыграли. Расскажите о последней работе. Я его написал 7 лет назад. А, вот так, да? Там есть коллизия, что выводят казино из города. А тогда даже не намечалось, что из Москвы будут выводить казино. То есть это промыслительно где-то. Это про зарыли. Это мы сейчас говорим про соловья? Про соловья-разбойника, да. Так. Мне разрешили сниматься. Ну, вы напомните зрителям, кто вам разрешил, почему? Ну, патриарх мне разрешил сниматься. Там была такая история, что мне очередной раз предложили. Я 7 лет не снимался. Я своему настоятелю, отцу Дмитрию Смирнову, у которого служил капелланом в военном отделе, показал это предложение. И говорю, ну, вот жалко, что нельзя, кормить семью надо. Он говорит, а почему нельзя-то? Ты спроси у патриарха, не надо самому принимать решение, потому что в кормчей, а кино ничего не написано. Кормчей – это книга типа Талмуд, где вот всякие, только православные оговорки по быту, по решениям тех или иных богословских вопросов, сочетающихся с бытом, реализующихся в быте. Я написал письмо Святейшему, что вот мне поступают предложения, что как к этому относиться. Он разрешил мне сниматься, но, соответственно, к тому времени он меня знал, мы уже сделали, сняли кино «Начало пути», оно в итоге называлось, а изначально это был «Там, где восток», о судьбах духовенства во время оккупации фашистской, по воспоминаниям самого Святейшего. Фильм очень неплохой, снимался он на две копейки. Чудом, вот опять мне удалось собрать коллектив, который работает на энтузиазме. Финансировал Минатом, деньги не дошли толком. То есть? Ну, насколько я правильно помню, там дикие какие-то, там 6 миллионов выделялось, а осталось 200 тысяч. Я звоню своему другу Игорю Ахмедову, говорю, вот такая ситуация. Я в последний момент это узнаю, поскольку, ну, я кто, я сценарист только. Возьмешься, он говорит, ну, ты с ума сошел, что ли? Я говорю, ну, это нужно для церкви, в принципе, это все-таки такой проект, и мы все поможем. Михаил Олегович Ефремов бесплатно снимается, Олег Фомин бесплатно снимается. Я там бегаю на площадке, выполняю функции какого-то администратора, еще кого-то. И вот так, в общем, коллективом. Здесь какое-то я предваряю еще вижу, потому что вы начали с того, что вы впряглись в эту работу, потому что понадобились деньги. И в результате выясняете, что никаких денег нет. Нет, нет, до этого, до этого я написал сценарий по просьбе о жизни духовенства, о судьбах духовенства во время Второй мировой войны, потому что эта тема толком никем не освещалась. Ситуация была очень сложная, потому что фашисты были абсолютно уверены, что духовенство будет за них, против коммунистов. А духовенство в итоге-то либо погибло, не желая сотрудничать, либо разошлось по партизанским отрядам. То есть кресты на топоры, ну, такая история, все-таки это Великое Отечественное. Но с кино соприкосновений прямых не было, тем более вот в таком виде, как актер. И я написал сам для себя сценарий, по моему мнению, который должен быть беспроигрышен. Русские люди всегда любили разбойников, любили за удаль, любили за, прямо вот, биологическое воплощение слова «воля». Этимологически это несколько значений имеет. В разных других языках это одно слово. Воля у нас означает много чего. Воля, быть свободным, внутренняя воля, я вот такой. Ну, и все вокруг этого. Мистика русского языка. Я написал в той манере, которая мне близка. То есть я люблю сложные идеи, причастные обороты, если они могут быть произнесены. И люблю либо неологизмом венчать это, либо архаизмом. Это снижает сразу градус важности и допуск до слуха зрителя без вот ломки такой, слишком красиво, говорит. Такого нет. Потом я примерно знал, на кого я писал. Мне было легче выстраивать образы. Но семь лет этот проект не возвращался. То есть его не было. Он только усилиями Любы Калинской, нашего генерального продюсера, восстал из пепла. И было реализовано. Если бы не она, конечно, кино не было бы. Потому что я был на интернах, я не мог этим заниматься. Это тяжелый труд, это по организации. Но если бы это в американском варианте снималось бы, этот бюджет был бы 10 миллионов. Мы сняли, значит, в одну десятую этой суммы. Сняли на энтузиазме. У нас все цеха, ну, выкладывались. Очень редкая ситуация, когда на съемочной площадке все знают содержание сценария. И все по-своему вот видят это. И предлагают авторам. Причем предлагают не потому, что нужно, а потому, что хочется. И нам повезло. Мы сняли вот это приключение. У разбойники, у современном разбойники. Сейчас же такая ситуация в обществе. В общем, все понимают, чего не хотят. Но никто не понимает, чего хочет. Она вот такая неопределенка, вечная общественная неопределенка. А вот этот образ, он как раз вот идеал. Это не то, чего хотят. Но вот тот образ, который может дойти до осмысления того, что нужно. То есть это в рамках вашего партийного строительства? Да, некоторые это называют аргиткой. А, вот так вот, да? Ну, тогда маст просмотрит. Надо будет посмотреть обязательно. Кстати, вот не могу не прокомментировать ваш прикид, значит, у вас на левом рукаве. Это ведь конфедераты, да? Конфедераты, да. То есть это южные штаты. А здесь герб Советского Союза. Это задумка, что это вот? Это дочки. Это месседж дочек. Они меня так видят. Они мне купили куртку, чтобы я голову закрывал капюшоном, чтобы на мобильные телефоны, когда мы идем с ними, не фотографировался. Я смирился, а они сердятся, потому что им охота погулять с отцом, а сейчас последние три года, в общем, это довольно сложно. И ничего не сделаешь. Это все-таки моя аудитория, но не откажешь. Люди себя переламывают, чтобы подойти и сфотографироваться. Я уважаю людей, уважаю зрителя. Я им служу, собственно. То есть что скрывать-то? Что фифы-то поршить, как говорится? Вот. Ну, а девчонкам хочется побыть с отцом. Соответственно, они выбрали меня с капюшоном. В конфедерации красненькая, это красненькая. Я думаю, как они строили это все. Это красненькая, значит, еще что-то красненькое. Ну, какой-то очень странный мессер считается, особенно в контексте нынешней политической ситуации. Ну, да, да, да. Он, кстати, промысел божий. Опять же, массово бессознательно через моих дочек. Как это вот неслагаемое сложилось. Конфедерация, расовая нетерпимость, стремление к объединенческим тенденциям, имперский дух. Ну, плюс сама фирма куртки, они долгое время шили только для скенхедов. Их даже заставили логотип поменять. С орла на... А, у них был вот, кстати, одна из последних, это вот их коловорот. А сейчас у них орел, их заставили коловорот отменить. Про скенхедов, я какой-то помню ваше странное высказывание, что скенхедов можно и нужно использовать. Это вчера мы разговаривали с милыми ребятами, которые устроили мне перекрестный допрос. Но вообще это не очень корректно, но я примерно понимал, о чем может идти речь на телевидении с таким либеральным уклоном, агрессивным либеральным уклоном. Я шел на заклане, короче говоря. Я был готов быть побежденным. Мне хотелось, ну, самого общения посмотреть, что да как. Меня они спросили про скенхедов, видимо, я ассоциируюсь с этим. Я им ответил, вполне логично. Если скенхеды есть, значит, это кому-то надо, значит, были какие-то условия, из-за чего они появились. Это же не может на пустом месте. Взял во всех странах, не во всех, там, в десятках стран появляются молодые бритые люди, примерно в одинаковые одежды, примерно с одинаково неопределенными воззрениями, кроме того, что они не хотят, вот, мигрантов, против мигрантов и такого засилия, гастарбайтерского засилия случайного, которое несет хаос, разорение и насилие. Это реакция, это как биологическая реакция, это нужно рассматривать как реакцию природы. Это нельзя систематизировать. Но если это есть, это нужно как-то, может быть, использовать в каких-то целях позитивных. Они организованы, ну, по-своему, у них есть запал. Пусть в мирных целях, пусть они охраняют парки, чтобы в этих парках случайные заезжие туристы не насиловали и не убивали наших детей. У нас осталось всего 2 минуты 20 секунд. Хотелось бы успеть поговорить про гаджеты. Про гаджеты. Я люблю это. Я мечтал обо... Я бы свихнулся, если бы мне в детстве показали мобильный телефон. У меня было 11 солдатиков и пластиковая буратино в советские времена. Я же с того тысячелетия еще. Я всегда хотел какую-то игрушку. Я завидовал искренне товарищу своему, у которого была пушка, стреляющая спичками. А тут вот телефон, это как, знаете, в эльфийских сказках. И взял он камень говорящий и начинал руну волшебную. Айфон там или, я не знаю, андроид. Я это люблю. И перед армией у меня был год пустой, получается. Я поступил в институт, но мне все равно нужно было уходить в армию. У нас не было военной кафедры в Афгике. Я думал, ну что время даром терять, я трудоголик. Я пошел учиться на оператора ЭВМ. То есть я еще и цепанул вот эту часть. А я был воспитан на Стругацке, в понедельник начинается, в субботу, вот вся эта романтика. И до сих пор сохранил трепетное отношение. Я не люблю говорить по телефону, вот честно. Писать, да, а вот говорить я теряюсь. Я поговорил о деле, а потом начинаю тупить. Все об этом знают, мои друзья. Они со мной разговаривают довольно коротко, а чаще смс-ками. Сейчас я работаю на Евросеть. У нас осталось, перебиваю минуты. Это не потому, что вы начали пиарить организацию. Евросеть. И честно, вот все, что... Знаете, что каждый телефон, который я рекламирую... Вы проверяете, да, 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 я все знаю. То, что уже говорили раньше, повторять не надо. Здесь надо говорить то, что раньше не говорили. Я не знаю, куда пойдет дальше. Будет ли это голографическая проекция, или это будет что-то вот в границах оптимально выбранных размеров сейчас. Там мини-айпад, пятый айфон. Пятый айфон опробирую сейчас. Ну, в принципе, тот же самый, что и четвертый. Батарейка не лучше. Та же самая батарейка. Но так же быстро заряжается. Вот все плюсы и минусы, плюс он элегантнее. Вот разве что он элегантнее, ну, улучшит процессы. Ну, вот хватит, проехали уже с гаджетами. Иван, я вам очень советую прочитать вашу биографию на Лурк-Морье. Потому что она удивительным образом очень добра. И она не отражает правды о Иване Ахлобыстине, которую мы сегодня, мне кажется, узнали. Ну и слава богу, кстати. Продолжение следует...